Марина Айдара Лива преподает уроки камуза в музыкальной школе имени Шубина более 30 лет. Под её чутким руководством выросла не одна плеяда талантливых музыкантов, которые стали лауреатами и победителями многих фестивалей и конкурсов. Сегодня для неё и школьного ансамбля камузистов день особенный. На концерте, посвященном дирижёру Борису Феферману, юные музыканты исполнили гимн кочевых кыргызов – «Маш Ботой», созданный великим композитором. Сегодняшний концерт для нас очень был важным. И мы сегодня подготовили Атайу Гумбаева Маш Ботой. Дети, конечно, мы много времени уделили, чтобы на концерт выставить хороший номер. И что получилось сегодня, то, что получилось. По словам директора музыкальной школы Гульдина Цуранчиевой, концерт больше несёт в себе образовательный характер. Так как учащиеся преподаватели не только исполнили композиции, написанные Феферманом, но и смогли ближе познакомиться с биографией и творчеством дирижёра. Для того, чтобы подрастающее поколение, музыканты подрастающие, чтобы они ознакомились с творчеством этого человека. Не только с творчеством, не только послушать произведения его, но и послушать лекцию, где он учился, какие события в его жизни происходили, при каких условиях он работал, какие произведения он собирал. Уникальность этого человека в том, что он сыграл огромную роль в становлении искусства Кыргызской республики. Борис Феферман много лет возглавлял Кыргызский государственный оркестр народных инструментов и посвятил большую часть своей жизни музыкальному искусству Кыргызстана. Композитор обработал большое количество кыргызских мелодий, многие из которых вошли в Золотой фонд национальной музыки. Борис Феферман – один из тех, кто внёс значительный вклад в развитие кыргызской национальной музыкальной культуры, несмотря на то, что он был другой национальности. Он является автором первого учебника игры на Камузе. Феферман обрабатывал и аранжировал для оркестра трудные для расшифровки виртуозные камузные кюи. Композиторская деятельность украинца Бориса Фефермина началась с приездом в Кыргызстан из Узбекистана в 1951 году. Дирижёр записал и издал 35 песен Джумамедуина Ширалиева, 30 песен Бектемира Игинчиева, 20 кюю Ибрая Туманова и сборник кюю для Темир Комуза. Айгирим Распекова, Дилет Марсбеков, 5 канал.